Своеобразный рассказчик, своеобразная аудитория. 15 февраля с ивановцами встретился исследователь аномальных явлений, лидер объединения «Космопоиск» Вадим Чернобров. Его лекция длилась 4 часа и затрагивала самые разные проявления и появления неопознанного и необъяснимого в жизни современных людей. Ежедневно «Космопоиск» получает от 30 до 100 сообщений об НЛО. Предметом исследований становится примерно один случай. Все остальное – либо атмосферные явления, либо богатая фантазия псевдоочевидцев. Однако в том, что неопознанные тарелки летают над землей, Вадим Чернобров уже давно не сомневается. С возможностью скорости от нуля, то есть могут висеть, почему бы и нет, до скоростей, превышающих скорость наших самых скоростных истребителей, примерно на порядок. Есть случаи, когда из Японии началось сообщение об НЛО и закончилось Западной Европе, при этом несколько раз в нескольких пунктах видели в России. То есть пролетел всю Россию от Японии до Британии, до Британских морей всего за несколько минут. Можно скептически относиться к тарелкам и тем, кто ими управляет. Однако иногда из космоса прилетают куда более опасные гости. И в их существовании после прошлогоднего случая в Челябинске уже никто не сомневается. Метеорит, который упал на Урале и наделал много шума, на самом деле летел из космоса не один, полагает космопоиск. Исключено, что незначительные осколки упали и в Ивановской области. Сообщения приходили из разных мест всего мира, от Америки, Австралии, Африки и естественно из разных регионов России. Но под влиянием того, что происходило на Урале, то есть с утра телевизор просто только об этом и говорил. И на Урале произошло что-то невероятное просто что-то. Но под влиянием этих событий постепенно, так сказать, через несколько дней уже стало понятно, что упало что-то большое, что-то грандиозное, из-за чего полторы с тысячи человек было ранено. Еще одно необъяснимое явление – круги на полях или на льду зимой. Во многих регионах подобные пиктограммы появляются ежегодно в одно и то же время. Желающих исследовать это явление гораздо меньше, чем тех, кто хочет утереть нос в космопоиску. Иногда появляются желающие, так сказать, а, да, они дураки, сейчас я их быстренько, так сказать, всех проучу и будем над ними, над всеми смеяться. Вытоптывают поля в надежде, так сказать, что мы приедем и скажем, что это садились инопланетяне, не зная того, что просто вытоптанное поле и даже красиво вытоптанное поле отличается от реальных подлинных кругов на полях, ну, примерно так же, как мазня на асфальте отличается от картины Рембрандта. И то, и другое картины, но, как бы сказать, качество не то. В Ивановской области круги на полях были зафиксированы лишь единожды в 2004 году. Пиктограмму обнаружили на северо-западе Иваново. Что касается появления НЛО, вот здесь Иваново, так сказать, может заслуженно гордиться. И если с кругами на полях был пока первый и пока последний случай, то вот с пролетами НЛО регулярно, так сказать, мы получаем информацию. Ну, конечно, немалая заслуга здесь местных групп, Иваново-космопоезд, безусловно. Ну, пишут люди и просто, так сказать, простые обыватели. Вот случай 2011 года, как вираж заложило над шуей, или заложил, или заложило, объект ушел, улетел. Еще один неопознанный гость, который не единожды появлялся на территории Ивановской области – Чупакабра. Хищное и опасное животное, на вид якобы помеси собаки, шакалы и кенгуру. Ивановцы видели зверя в разных частях региона. Некоторые утверждают, что он душил кроликов и выпивал их кровь. Чупакабра не поймана, но исследователи считают, что на земле их целая популяция. Вот такая увлекательная лекция с элементами мистики и фантастики. Из реального и осязаемого кусочек Челябинского метеорита. Его Вадим Чернобров передал в Ивановский музей камня. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.